всем привет мальчишки девчонки а также их родители пришло время развернуть очередной свиток музыкали о и прямо сейчас мы это сделаем сегодня заключительный ролик боспорского цикла на протяжении 10 серий мы с вами наблюдали за тем как боспорское царство сталкивалась с жесткими кризисами но каждый раз выходила из них с победой его запас прочности конечно поражает она стояла тысячу лет на границе с миром варваров и 300 из них было щитом римской империи варвары сменяли друг друга а города и крепости боспора стояли непоколебимо на территории современного крыма и краснодарского края сегодня мы с вами узнаем что же произошло с боспорским царством почему она накопив такой титанический опыт выживания все-таки не устояла почему она погибла и кто приложил к этому руку в прошлый раз мы остановились на том как в крым он же таврида зашли дикие варвары готы и навели они там такого шороху что крым вздрогнул но что теперь придется как-то жить вместе с этими готами и сегодня поговорим о том как уживались боспорцы и готы и конечно же дойдем до того момента когда и тем и другим на голову свалились еще более дикие варвары гунны и так середина третьего века нашей эры 250 и 270 годы они стали настоящей катастрофой для всего причерноморья и для сопредельных регионов тоже в том числе для боспорского царства появление готов в причерноморье нарушила тот баланс сил который сложился в прежнюю эпоху и теперь на границах боспора начался хаос какие-то народы нападают на приграничные города и крепости на некоторых видны следы пожаров другие полностью уничтожены но по правде говоря далеко не все и не это самое страшное такое уже было в истории боспора и не раз просто очередное движение в землях варваров нужно быть на чеку и все будет хорошо годы ведь не захватили пантикопей не вырезали боспорцев и не поработили их большинство жителей боспора непосредственно с ними не сталкивались и все же произошло нечто такое что подорвало запас прочности боспорского царства и это в ту самую турбулентную эпоху когда все вокруг менялась а случилось вот что под давлением готов боспорские правители предоставили им флот для того чтобы они переплыли черное море и напали на римскую империю что они и сделали и 15 лет подряд годы и другие германские племена грабили анатолию и балканы до греции дошли это же подумать страшно где крыма где греция афины разрушили даже спарту с одной стороны можно подумать что он это было гениальное решение божественных василевсов боспора которые смогли вывести из-под удара свое царство и перенаправили атаку варваров куда-то еще на юг за море и таким путем спасли своих подданных и в принципе это так однако на самом деле это было смертельное решение для васпора мы с вами на протяжении всех десяти серий так или иначе касались экономики боспорского царства она во все времена была ориентирована на экспорт продовольствия экспорт кубанского зерна и азовской рыбки в первую очередь вот это было стержнем экономики по моему еще в первой серии я делился с вами откровением что боспорское царство это в первую очередь не суша а именно пролив керченский пролив он же боспор кемерийский это морская цивилизация из пролива из пролива она вышла на берега построила города и в них жила на них опиралась и сердцем каждого города был порт купцы занимались скупкой зерна которые выращивали свои же боспорцы или скажем местные синды и миоты и затем везли его на продажу огромное количество горожан обслуживала работу портов моряки и грузчики ремесленники так или иначе все были связаны с ним даже земледельцы и землевладельцы это как бы приложение к порту торговля приносила потрясающую прибыль поток денег заходил в города боспора и там распределялся часть получал царь в виде налогов от него все госслужащие ну скажем сотрудники царской администрации часть распределялась между судовладельцами сотрудниками порта ремесленниками и так далее но самое главное откуда берутся эти деньги деньги приходили от торговых партнеров которыми были города за черным морем в анатолии на берегах мраморного эгейского моря и на протяжении 300 лет все это пространство было частью римского мира это было единое экономическое пространство благодаря римлянам на черном море забыли про пиратов купцы торгуют денежки текут и всем хорошо а теперь сами же боспорцы вынуждены были дать готам корабли для того чтобы год и смогли отправиться грабить города анатолии те самые города которые покупали боспорская озерную рыбку те города из которых текли деньги на боспор и в результате за 15-20 лет эти города были жестко разграблены вот давайте посмотрим еще раз на карту морских набегов там практически каждый город по маршруту следования был разграблен дома сожжены люди убиты кого-то в плен увели богатство такие как золотые и серебряные монеты различные изделия ну в общем все что веками накапливалось все это разграблено и увезено ну точнее все то что горожане не смогли спрятать вот кстати в таких именно случаях как правило археологи находят клады и в контексте нашего разговора на боспоре в 250-х годах было спрятано три клада которые археологи нашли все это произошло как раз во время начала годской активности их называют керченский таманский и третий патрейский клад и керченский особо интересен его нашли в 1988 году в километре к северу от руин древнего города мир мекий сегодня это восточная часть керча как его нашли во время строительных работ бульдозер расчищал котлован и в земле разбил большой керамический сосуд в котором лежало какое-то невероятное количество монет больше двух с половиной тысяч ну и эти монеты растащили по территории и местные жители стали их находить говорят что их столько нашли что даже за пиво ими расплачивались и в итоге большая часть монет оказалась в частных коллекциях а в музей попала только 521 монетка это 5 статтеров царя и нинфимия 508 рискубарида 5 и 8 фарсанза и какой-то житель мир мекия все эти монетки соврал вместе в 253 или 54 годах он с горшком вышел из города отправился в сторону древнего некрополя и там прикопал ну и судя по всему не смог вернуться кстати примерно в то же время в середине века мир мекий запустил жители его покинули но это и отвлекся в общем обстоятельства сокрытия кладов в анатолии были примерно такими же во время годских набегов там тоже прятали клады но год и конечно же разграбили немало населенных пунктов и много где городская жизнь рухнула и конечно же она восстановится но для этого нужно будет время и поддержка государства а у нас римская империя на 50 лет окунулась в кризис третьего века который закончится только в двести восемьдесят четвертом году опять-таки условно закончится так что многие города еще долго пытались оклематься и все это говорит нам о том что с двести пятьдесят шестого года когда германцы отправились в первый морской набег на 30 лет боспорские купцы могли забыть про торговлю и искать себе новую работу черное море стало домом родным для пиратов и получается что на боспорских кораблях год и насильно забирают именно те богатства которые могли пойти на боспор в порядке торговли то есть в итоге все эти богатства отправились в крым но есть нюанс немного в другое место и к другим людям и я думаю что раз уж год и не разгромили боспорское царство полностью оно вполне возможно получало свою выгоду от этого процесса ну как минимум был мир с годами это уже не мало а как максимум боспорское царство получало долю добычи прям напрямую в виде арендной платы за корабли потому что просто так отжать корабль это же не получится чтобы каждый год отправляться в набеги корабль нужно обслуживать нужны моряки нужны ремонтные мастерские мастера так что это вполне возможно либо же год и будучи все-таки варварами могли покупать что-то приятное в боспорских городах города боспора несмотря на все проблемы все-таки оставались полисами в общем дома водопроводы амфитеатры и вино вот это вот все и за то чтобы прикоснуться к цивилизации год и могли платить тем самым кровавым золотом кроме того на все во все тяжелые времена на боспоре начиналась острая политическая борьба третий век не стал исключением можно вспомнить то же самое свидетельство зосима о том что на боспоре власть захватили некие неблагонадежные персонажи которые предоставили варварам флот историки связывают это как раз с правлением царя фарсанза может быть как раз он и захватил власть благодаря поддержке готов и в благодарность предоставил им флот о том что боспорцы с варварами контактировали говорит археология в нескольких крупных городах точнее в погребениях городов находят явно германские вещи это элементы одежды вроде пряжек и фибул это умбоны щитов характерные германские это керамика и украшения в том числе в виде молоточков тора то есть это сто процентов были германцы зачем боспоритам было бы пользоваться варварскими вещами да еще и культовыми возможно это были германские наемники ну или пленники в прошлый раз я же говорил что царь боспорский тейран после этих бурных лет одержал какую-то крупную победу и год и вполне могли быть среди его пленников но конечно это не означает что отношения с годами были исключительно задушевными если кто-то из боспорян и получал выгоду от дружбы с варварами то далеко не все как я уже говорил тана из и горгипе в это время были разрушены но это на востоке и опять-таки не вполне понятно кто их разрушил может быть и не год и совсем другие варвары но на западе рядом с например с современным городом щелкина есть руины двух античных поселений довольно крупных и целого ряда мелких поселений что касается крупных один был западнее щелкина это вот семеновское городище рядом с бухтой космонавтов а другой на печально известном мысе казантип кстати очень атмосферное место историки предполагают что эти поселения погибли как раз в третьем веке от годских набегов кроме того после 267 года прекратилась жизнь в некоторых малых городах как например илурат или немфей и некоторые памятники со следами пожара говорят что на баспоре в те годы было жарко в прямом смысле слова но все-таки масса готов оставалась жить в западном крыму в той области которую впоследствии назовут крымской готией или страной дори а у нас на баспоре после окончания готской войны после побед тирана все встало на круги своя политическая система сохраняется ты иран правил с 275 по 278 79 годы а может и дольше но проблема в том что чеканка монет прекращается на семь лет и соответственно у нас нет никаких данных о том что происходило в эти годы некоторые историки предполагают что в это время власть захватил хедосбий его имя известно из надписи на стеле которую нашли в пантикопее но при этом не обнаружено ни одной его монеты а дальше с 286 по 310 годы чеканились монеты с именем царя фофорса он известен исключительно по этим монетам мы поскольку на баспорских денежках чеканился год выпуска то можно датировать его правление в эти 24 года были созданы две замечательные надписи которые иллюстрируют жизнь на баспоре на одной надписи говорится что в 306 году наместник феодосии по имени аврелий валерий сог сын олимпа построил культовое сооружение и указано было что он отсутствовал 16 лет и что его знают римские императоры диоклетиан и максимиан вторая надпись тоже датирована 306 годом ее сделали архонты агриппии и кесарии в честь бывшего наместника царской резиденции которого звали марк аврелий андроник он был сыном некого папа и у него был свой сын лохаг алексарф очень интересные надписи давайте подумаем о чем они нам говорят во первых мы видим что возродилась феодосия в середине второго века ее разгромили скифы но вот теперь спустя сто с лишним лет это снова достаточно большой город чтобы в него назначать наместника во вторых несмотря на все беды которые обрушились на баспор в начале четвертого века система государственного управления сохранилась архонты это вероятно главы местного самоуправления лохаг это начальник военного отряда который называют лох но греки конечно же говорили лохос это еще древнегреческий военный термин причем очень неопределенный в разное время и в разных местах он мог означать разное например в спарте лох это 500 с лишним человек большой отряд в наемных армиях эллинистической эпохи лохи состояли из ста человек порой так могли называть даже совсем небольшое подразделение человек в 10 но судя по тому кто были дед и отец этого лохага алексарфа он явно командовал достаточно большим отрядом в третьих стоит обратить внимание на имена мы уже привыкли к тому что на баспоре живут какие-то эллинизированные полусарматы с греческими именами а здесь просто песня один аврелий валерий другой марк аврелий это же название городов кесария и агриппия это же царица динамия так переименовала пантикопеи фонагорию 350 лет назад и в начале четвертого века эти названия все еще помнят и ими все еще пользуются и кажется неспроста середины третьего века на баспоре шла какая-то борьба за власть и она полностью покрыта туманом видны только отдельные признаки которые на нее указывают что касается фофорса он явно получил власть благодаря поддержке римлян об этом говорит и то что при нем важные должности занимают люди с римскими именами и то что они поддерживают какую-то связь с империей причем они баспорцы но из тех кто как говорится каждый день думает о риме кроме того важно упоминание что наместник феодосии аврелий валерий сок был знаком с диоклетианом дело в том что в двести восемьдесят четвертом году диоклетиан стал очередным римским императором но именно он покончил с кризисом третьего века причем сделал он это путем в том числе реформирование буквально всего что можно было включая систему управления вместо одной императорской администрации он создал четыре и так в римской империи началась эпоха соправления когда одновременно единым государством правили несколько императоров вот при диоклетиане сложилась система тетрархии то есть четверовластия при ней есть два старших императора с титулами августов на западе 1 и 1 на востоке это вот как раз диоклетиан и максимян упомянутые на надписи при каждом августе есть младший император его соправитель с титулом цезаря и того 2 августа и 2 цезаря потом оказалось что в общем то хватит всего двух августов и к середине четвертого века окончательно сложится система двоевластия ну диархии скажем и в такой форме римская империя будет существовать до 476 года когда западный римский двор будет расформирован а точнее до 480 года когда умрет последний законный император западного двора так что почти 200 лет империя жила в той форме которую ей придал диоклетиан в общем он крайне важная фигура в истории в том числе в истории баспора кстати в баспорской истории соправление тоже практиковалось причем с древности с эпохи спартакидов так что в этом отношении баспор мог бы даже пример римской империи дать на тему того как нужно эффективно делить систему управления но вот диоклетиан судя по всему поддерживал фафорса и эта поддержка гарантировала баспорскому царю безопасное и спокойное правление правда в 305 году диоклетиан ушел от власти причем сам такой была его идея что каждые 20 лет старшие императоры склада слагают с себя полномочия и передают их своим соправителям а соправители становятся августами и выбирают себе младших соправителей так должна была действовать сменяемость власти но конечно же она не могла сработать и не сработало но в 305 году диоклетиан все-таки ушел от власти и уехал в свое имение выращивать овощи это известная история когда в скором времени империя затрещала по швам к нему обратились мол вернись отец великий и правь на нами снова а он ответил видели бы вы друзья какая у меня выросла капуста ну в общем такой человек необычный но он-то ушел а у фафорса начались проблемы на баспоре об этом говорит тот факт что он продолжает чеканку монеты но не в понтикопее а в провинциальных монетных дворах и вероятно понтикопей кто-то занял выгнал фафорса из столицы вполне возможно что на баспоре снова закипела гражданская война следующим царем известным был радом сад еще один с армадским именем из 309 по 322 годы появляются монеты на которых написано его имя это прям очень плохого качества монеты вы можете это увидеть на одной стороне изображен радом сад на другой какой-то римский император очень схематичные изображения прям очень примерные это все явно указывает на то что баспорское че царство чувствует себя все хуже и хуже точнее экономика баспора все беднее и беднее и в этих монетах золото уже нет там просто медь и все вот это в частности результат того что баспор предоставил корабли годом хотя а был ли выбор вот в чем вопрос скорее всего выбора не было после правит саврамат и вот в 342 году последний раз была выпущена баспорская монета после 342 года не было найдено ни одной монеты и имен правителей баспора после этого мы не знаем есть правда источники которые говорят о том что там были какие-то савраматы еще но с датировкой источников все сложно это отрывки книги которые нам уже встречалась это византийский трактат императора константина багринародного который называется об управлении империей там есть глава посвященная херсонесу и в ней константин описывал ряд сюжетов вот и в частности он пишет что во времена диоклетиана некий саврамат напал на римские земли в анатолии напал причем с баспора но херсонес атаковал баспорские города по просьбе императора и саврамат отступил но вот какой это саврамат откуда он взялся и был ли он во время диоклетиана или же позже в работах которые посвящены этому вопросу но такое количество допущений что просто жуть не их повторять не хочу но с другой стороны константин багринародный явно пользовался какими-то источниками какими-то текстами и предположительно это была городская хроника херсонеса которая до нашего времени не сохранилась и вот по-видимому там константин почерпнул информацию о войне между херсонесом и баспорским царством то что такая война могла быть это неудивительно это вполне реалистично потому что всякий раз как только из крыма уходил верховный смотрящий в виде например понтийского царства или римской империи херсонес начинал войну с баспором и наоборот но вот на этот раз война шла плохо в районе феодосии херсониты одержали победу и навязали баспору невыгодный договор по которому баспор теряет феодосию и сохраняет за собой полоску суши шириной в 40 километров 40 миль это около 60 километров как раз примерно от пролива до предместий феодосии и возможно с этим невыгодным договором было связано посольство которое отмечено в 362 году римский историк амиан марцелин пишет что в этот год из баспора прибыли послы в константинополь к императору юлиану но там тоже мутное описание посольство цель его не вполне ясна но видимо это посольство было успешным поскольку два года спустя баспор упоминается в контексте торговли с константинополем а ведь константинополь это новый рим новая столица римской империи это город который вырос на месте древнего византия и теперь он активно растет ему нужны постоянные поставки в том числе продовольствие таким путем баспор после поражения вернулся к торговле с константинополем но фактически это было состояние пожалуй 350-х годов до нашей эры когда баспорт торговал конечно же в том числе с византием но он еще не подчинил себе феодосию и его территория была так поменьше и вот теперь баспорское царство возвращается к прежней территории вот этой столетней давности и это конечно же признак прямо серьезного упадка но жизнь продолжается и тут наступают 370-е годы у берегов черного моря появились новые варвары гунны это были кочевники вероятно тюркоязычные частично монголоидные хотя о них известно настолько мало достоверной информации достоверной и однозначно понимаемой что ничего определенного сказать нельзя а гунны в триста семидесятых годах разгромили аланов которые жили на дону около танейса это территория чуть западнее современного ростова затем разгромили восточных готов на берегах днепра и так началось великое переселение народов год и стали откачевывать на запад и юго-запад они сталкивались вместо другие племена и все вместе они двинулись к границам римской империи и создали на ней на них просто беспрецедентное давление так гуны стали новыми хозяевами степи и всего северного причерноморья часть местных племен покорилась им часть ушла на запад правда тут интересно что на баспоре это гуннское нашествие не очень сильно отразилось видимо от него как-то удалось откупиться так начинается последний период в жизни баспорского царства условно назовем его гуннский теперь уже не готы а гуны решают и с ними нужно считаться и договариваться хотя поначалу гуны вообще не интересовались баспором и довольно долгое время только в пятом веке они начали более активно проявлять себя в этих местах но прежде чем мы поговорим об этом нужно сказать еще об одном моменте который связан с пиратскими рейдами готов это христианизация баспора в двести пятидесятых семидесятых годах год и привезли из анатолий не только физические сокровища но и сокровища духовные в виде христианских пленников в том числе среди них были священники это конечно же у них потрясающая судьба то есть тебя взяли в плен в анатолии утащили далеко на север через черное море и ты там живешь в каком-то положении ну явно непривилегированном там и в римской империи пока что в это время с христианами не все было просто и время от времени особо рьянные императоры устраивали гонения на них но именно так христианство появляется в крыму год и в те времена были вели крайне простой образ жизни и вряд ли им нужно было большое количество рабов и вероятно каких-то рабов христиан они могли продать баспоритом и вот с этого начинается история христианства в крыму ну и постепенно христиан становится все больше особенно после того как в 324 году император константин великий победил в гражданской войне и начал активно поддерживать церковь на всей территории римской империи о том что христиане появились на баспоре говорят тексты 4 5 веков и это же подтверждают находки археологов это различные артефакты с христианской символикой и конечно сами по себе они еще не означают что здесь жили христиане вполне какой-нибудь год язычник мог во время набега убить христианина в анатолии сорвать с него крест или скажем кольцо и привезти в крым но кроме этого находят явно христианские захоронения с характерной символикой вот например в пантикопее такие захоронения определили по надгробиям их нашли на северной на северном склоне горы метридат где располагался некрополь так что можно с уверенностью говорить что с конца 3 века в городах баспора существовали небольшие христианские общины и они хранили своих умерших по собственному обряду который отличается от обычных баспорских захоронений на гробницах присутствуют надписи но явно христианские но в целом 3 4 век это как я уже сказал очень темный период в истории баспора и история церкви тут не исключение следующее свидетельство это 397 год когда вроде бы некий готский правитель обратился к патриарху константинополя которым тогда был иван златоуст и попросил прислать ему епископа причем считается что не в готию поскольку там христианством пока что не пахло а в пантикопей и тогда получается что в 397 году в баспорском царстве уже была собственная епархия отсюда предположение что некий готский правитель или точнее рекс как называли людей таких таких правителей римляне прямо или опосредованно управлял пантикопеем в районе 397 года и опять таки это тоже вполне себе возможно в середине 5 века заметной фигурой на баспоре стал епископ евдоксий он занимал должность больше 20 лет он принимал участие в трех поместных церковных соборах в константинополе и в эфесе и вероятно в это время христианство превращается в государственную религию баспорского царства поскольку роль церкви резко выросла на фоне всеобщего упадка церковь остается главным хранителем культуры письменности и греческого языка опять-таки социальная роль церкви этому очень способствовала поскольку во время различных бедствий церковь на базе церкви организовывали помощь пострадавшим и распределение продовольствия в 451 году баспорская епархия вошла в подчинение константинопольскому патриархату и это значит что теперь восточный двор римской империи столица которого как раз и находилась в константинополе получил еще один способ воздействия на баспор но в то же время растет влияние гуннов это пятый век время когда их разрозненные племена объединились под властью аттилы аттила создал и такую кочевую варварскую супердержаву в центре европы столица находилась где-то в панонии это сегодня территория венгрии и лет 10 аттила рэкетировал восточный двор римской империи вымогал деньги западным двором он поначалу дружил но потом пошел войной и на запад но в итоге аттила кончил плохо а после его смерти оставшиеся гунны разбрелись в разные стороны государство аттила развалилось а расшедшиеся гунны в том числе забрели в крым да там и остались как раньше оставались скифы и сарматы так вот теперь гуны новые кочевники все в тех же степях кочевники меняются а степи остаются и в это время пантикопей вынужден был считаться с гунами а возможно его правителем становится человек с гунскими корнями кстати сам пантикопей в это время сильно меняется его все чаще называют просто баспор а что касается его географии то раньше он все-таки вокруг горы митридат строился на горе был акрополь вокруг город а теперь акрополь был полностью заброшен и там начинаются там начинают хоронить мертвецов то есть акрополь превращается в некрополь а городская застройка спускается вниз но город по-прежнему большой и укрепленный у него есть стены и башни и вот в конце пятого века была построена новая башня на которой строители оставили надпись что возведена она была при царе тиберии юлии дубтуне благочестивом друге кесаре и друге римлян то есть мы видим что титулатура не изменилась но теперь это уже явно не сармат как например фофорс или радомсад это гун есть надписи с именами должностных лиц таких как епарх комит это кстати прямые аналоги должностей которые использовались в восточной части римской империи где широко распространен был греческий язык но имена то уже совсем не греческие например на одной из надписей упомянут соваг который родился в городе китай ну и тот же царь дубтун даже на слух понятно что это нечто совершенно другое это и не эллинская и даже уже не сарматская это гуны и так мы подходим к последней странице в истории баспорского царства она связана с гунами как мы уже поняли но не только еще и с римской империи римская империя вышла из 5 века не без потерь весь запад захватили германцы франки вандалы остготы бургунды и там они основали свои королевства и в 480 году после смерти последнего императора запада заканчивается эпоха раздельного управления теперь римская империя остается только в восточных регионах остался только один римский император и его столица это константинополь в начале 6 века императором был юстин 1 имя необычное но латинское от латинского слова юстус что значит честный справедливый и вот около 526 года юстин отправил на баспор послов чтобы наладить отношения с одним из гунских племен которые контролировала на тот момент как керченский полуостров так и таманский полуостров но жили гуны не в городах гуны отдельно города отдельно юстина интересовала продовольствие из баспора как и прежде в константинополь могли везти зерно азовскую рыбку и другие вкусности послы вели переговоры не только с гунами которые кочевали рядом с баспором и могли серьезно помешать зерновой торговли но и видимо с правительством пантикопея а вот кто им правил в это время неизвестно скорее всего в это время существовал городской совет который чутко прислушивался к мнению гунского вождя и с ним было договорено что пантикопей переходит под власть константинополя и в этом городе будет размещен римский гарнизон после этого вождь гунов по имени гордос или гродос приехал в константинополь чтобы принять крещение наш основной источник по этим событиям это хроника иоанна малалы автора как раз шестого века давайте почитаем в то же время и находящийся близ баспора предводитель гуннов по имени гродос присоединился к тому же императору истину он пришел в константинополь и был там крещен сам император стал его восприемником и богато одарив отпустил его домой с тем чтобы он охранял области римлян и баспор далее малала приводит вариант такой византийской народной этимологии что означает название баспор бас это бык или корова а порос место переправы как мы знаем в общем коровий брод а иоанн малала говорит нет там должна быть буква f восфорос и получается не бычий брод а бычий налог а почему так а потому что баспорцы якобы платили римлянам налоги быками откуда он это взял я не знаю но такая интересная темология продолжим чтение в том же городе то есть в понтикопее он разместил номер то есть отряд римских солдат которые были италийцами дал он им и трибуна с тем чтобы тот нес охрану вместе с ними в этом городе шел обмен между римлянами и гунами вот здесь мы видим прямым текстом что понтикопей стал римским городом с римским гарнизоном причем гарнизон как сказано италийский но италия в то время захвачена остготами там мост годское королевство и что такое италийский гарнизон это гарнизон из наемных хвост готов или что это ну вот непонятно но что то такое видимо дальше что и здесь интересного что есть у этого гарнизона трибун который фактически охраняет город и смотрим дальше в этом городе шел обмен между римлянами и гунами то есть римляне находится в городе и гарнизон обеспечивает контроль над торговыми операциями этот самый вождь гродос став христианином и отправившись в свою землю близ боспора застал там своего брата оставив его вместе с войском гунов он удалился эти гуны раньше поклонялись идолам теперь же они взяли переплавили их поскольку идолы были из серебра и электро и обменяли в боспоре получив вместо них мелиорисии то есть серебряные монеты жрецы гунов пришли в ярость зарубили вождя гродоса и поставили вместо него его брата муагерия испугавшись римлян они явились в боспор и убили охранявших город предположительно это событие 527 года с одной стороны в понтикопей прибыл отряд римских солдат в то время некоторые подразделения назывались номерус численность их могла очень сильно варьироваться но примерно это 300 500 человек во главе номера был офицер в должности трибуна известно что его звали далматий из другого источника правда но в общем мы видим фактически понтикопей перешел под контроль римского императора и власть в нем принадлежит трибуну далматию но гунны напали на него перебили весь отряд вместе с трибуном это было явно опрометчивое решение потому что во первых это явный вызов империи которая переживает очередной подъем а во вторых это же повод к вводу войск и в пятьсот двадцать седьмом году императором стал юстиниан великий который был настроен решительно и узнав о том что произошло на боспоре он отдал приказ о начале военной операции отряд состоявший из готских наемников был отправлен в город одессос это современная варна в болгарии на западном берегу черного моря во главе встал комит иоанн кроме того юстиниан распорядился чтобы в компании в военной компании приняли участие контингенты из двух армий которые располагались на балканах под руководством военных магистров гадзилы и бадуария оба они судя по именам были из числа германцев тут нужно отметить что в римской империи к шестому веку уже было много военных из числа германцев и многие из них были из военных династий и родились уже в романии но вот их родители еще помнили о своих корнях и давали им соответствующие имена то есть это такие романизированные варвары ну или римляне с варварскими корнями наверное так вернее будет сказать и вот гадзила и бадуарий военные магистры отправились в поход по суше то есть должны были они идти из одессоса вдоль берега черного моря в крым а комит иоанн с флотом отправился по морю это кстати очень напоминает события 61 года тогда скифы атаковали херсонес и на помощь городу выступил легат тиберии плавтии сельван с 7 клавдиевым и 8 августовым легионами причем он двинулся по суше и теперь точно также тем же маршрутом римское войско идет в крым иван малала пишет так гуны узнав о том бежали и исчезли таким образом во споре воцарился мир и римляне управляли им уже без всякой опасности таким путем в 528 году видимо военная операция в крыму привела к тому что пантикопей и другие города боспора перешли под контроль римского императора юстиниана и на этом закончилась история долгая и славная история боспорского царства в 480-х годах до нашей эры установилась власть архианактидов в пантикопее и вот спустя тысячу лет все закончилось хотя к тому времени боспорское царство превратилось в слабое политическое образование которое уже не теканило своей монеты оно не проводило никакой определенной внешней политики оно ориентировалось на волю кочевавших рядом гуннских вождей раньше это было вполне себе мощное государство но теперь от прежнего величия осталась только тень но само по себе событие конечно беспрецедентное вполне в духе политики юстиниана то есть несколько сотен лет римляне даже не пытались присоединить области крыма а теперь что это произошло к тому времени херсонес уже лет 50 как стал частью империи им управляли наместники которых присылали из константинополя но херсонес это западная часть крыма а теперь и восточная часть крыма стала римской на этом друзья боспорский цикл можно считать завершенным судя по результатам опроса вы не хотите расставаться с солнечной тавридой поэтому я думаю мы найдем еще какую-нибудь тему из богатой крымской истории какой-нибудь сюжет и поговорим о нем в следующий раз но на сегодня все до встречи